Всех с возвращения в мир Disciples 2, аддон Возвращения Голиана или же Служители Тьмы, мы играем в The Order of Nidgeti и возвращаемся в миссию, в самую первую миссию этого аддона, которая называется Dark, черным языком, и это вторая часть ее прохождения, начинаем мы со дня за номером 40, и наша задача провести волков Прушина на встречу с гномами, но пока мы не будем спешить этого сделать. Венченция близко! Погнали дальше расследовать местность. Поврежденный купол, руины не исследованы. Те, кто ждет нас здесь, смогли изгнать варваров. В этих руинах мы должны быть готовы ко всему, предупреждают нас. Ну, давайте соточку кинем герою, наверное, чтобы быть готовым ко всему. Что у нас по заклинаниям? Да, по заклинаниям у нас ничего хорошего. Ну ладно, вперед! Два дракона шестого уровня, 97, наносят урон огнем. У нас, кстати, нету героя защиты от огня, никоим образом. Наш призрак может умереть, если они оба походят. Хотя бронька же 15. Так, а героям смысла нет ходить, у них иммунитет на огонь. Охо-хо, вот это мы можем конкретно влипнуть, друзья. А здесь у нас урон только 72, но еще 27 ядом. Действительно, это опасная ситуация. Так, что делает? 30 единиц здоровья. М-да. Я бы лучше, наверное, вот так вот бы сделал. А то иначе, я боюсь, мы действительно эту битву не переживем. Наконец-то отравился второй дракон. Хоть какая-то от этого польза будет. Ну, кидаем склянку тогда, что делать. Лучше бы, конечно, скляночка была какая-нибудь получше. О-хо-хошеньки, хо-хо. Да, нам бы первого дракона завалить. Боюсь, ничего не выйдет. Слишком мало у нас получается урона. Так, ну героя уже тут ловить нечего. Хе. Нам тут всем вот делать нечего, друзья. Мы их не затащим. Ох, нам и надрали задницу красиво. Что у нас есть по банкам? А, ну нормально. Пока они там побиты, конечно, нам бы неплохо бы еще разочек напасть. Броня, инициатива. Броню жалко такую тратить. Кстати, что у нас по свиткам? Призыв к оружию. Вот это хороший свиток. Но, опять-таки, его жалко. Может, съездим сюда? Глянем, что там. О-хо-хо-хо-хо. Так. А чего, куда мы вообще идем? Навстречу? Я думаю, пока рано. Давайте засядем здесь. Что-то гном у нас тут немножечко атакует. Что крайне неприятно. Так, а кошмар у нас хочет ману ада. Где же ее взять-то? Нету ее. Вот она где, в принципе. Можем попробовать поставить. Так, ну а волками можно пробовать убивать гномов. Хотя бы. Чтоб с них какой-то был толк. Вот таким вот образом, наверное. Вот здесь у нас есть мана ада. Ну, может, дорастем до нее. Если еще особенно вот этот замок возьмем. Хо-хо-хо. Ледоед, лоштерков, тролль. Да. Ну ладно, попробуем. Насколько быстро там будут лечиться драконы. Меня интересует. Эй-эй-эй-эй. Что ты делаешь? Это же квестовый персонаж. Тык. Квестовый персонаж. Иди-ка обратно. Лечись. Так, а нам надо и лечение принять, и... Чего только не надо. И защиты бы купить, а защиты не има. Беда, беда, бедовая. Так, ну а че мы это тупим? Можно же все это дело продавать уже. Инициатива вот нужна нам? Ну хотя, честно говоря, знамя на инициативу я бы оставил. С другой стороны. Ладно, отдаем. Инициативу. Вот этот хороший свиток. А вот это шляпа какая-то. А паралича. Всякие эти точности нам нафиг не нужны. Ну артефакт, соответственно, тоже и корону. Все, сливаем тогда. Инициатива. Это тоже не особо. Так, и зелья защиты здесь нет. Можем взять на атаку. Купим, наверное, лечилок побольше. Они тут улетают только так. Получается все. Так. Не знаю, или кинуть в паралича бронь. Давайте кинем. Я боюсь, мы иначе просто не победим. Оставим свиток на последнего босса, если тут таковой будет. Так, драконы что-то очень хорошо исцеляются. По соточке. Регенерируют, сволочи. Так, а что ж я не взял? О, зараза. Не взял в руки я банки. Господи, ну что такое? Поспешишь, людей насмешишь. Отлично, промах. Не земля. Отлично, промах. Причина. Тема. Причина. Тарфу. Да, ну тут бы нам инициатива не помешала бы. 499 золота, рунический ключ. Отлично, этот ключ открыл проход в страну гномов. Мы должны спешить. А, он еще был и закрыт, этот проход, что ли? Страну гномов. Так, чего тут у нас? Подъем, подъем. Ужас кошмарный. Ужас, ужас, ужас. Куда же нам пойти? В замок нам пойти. Наверное. Вот как ты решил поступить, да? Все, прямо из-под носа увел. И ману поставил, и жезловика убил. Хорош. Ну, а мы побежали в замок. Может, здесь сейчас разрастемся. Тогда, в принципе, можно будет кошмара нанять. И уже будет очень даже неплохо, я считаю. Так, ладненько, ждем. Вот я мороку на свою голову придумал, а? Так. Таким паком играть. Так, ну как дела? Хреново, еще ждем. Волк защищает наши ресурсы. По крайней мере, от жезловика. Больше он вряд ли от кого-то сможет защитить их. Волк. По 50 лупит. Ну, если все попадают, собственно, жезловик умирает. Шикарно. Шикарно. Жезловиков легко, скажем прямо. Очень даже. Так, что тут у тебя? Да что ж ты никак? Так, ну ладно, у нас денег уже там поднакопилось. Поэтому, в принципе... Полечимся. Ну, погнали дальше чистить. Вождь варваров, бурые медведи на велосипеде. Так, никак не растет что-то на шамана. По-прежнему лупят героя. Не знаю, довести, может, ему бронь куда-то... А, я уже продал этот артефакт. Так что разговаривать уже не о чем. Что? Но надо. Кстати, да, исправим нашу ошибку. Возьмем лечение в руки. Как же ты противно воешь надрывно так. Герой идет. Интересно, если его обработать магией, может волк справиться и с ним? Он доходит, кстати. Что у нас тут за магия есть? Есть проклятие Неграэля. Там, по-моему, он второуровневый. То есть ничего такого особо сложного быть не должно. Брони, по-моему, у него нету. Да, нету брони, видите. Нам услужливо компьютер намекает на это. Слабость. Так, ну волки у нас квестовые, их нельзя терять. Поэтому мы еще, наверное... Два раза по 15 зарядили. Кстати, пошла, пошла мана к нам. Мана Ада. Кстати, мы же маги. Мы можем два раза колдовать одно и то же заклинание. Заход. Так, ну, надеюсь, справимся, да? Тут герой первого уровня, герой горный великан второго и воин второго. Такие же они и крутые должны быть. Тем более, они ослаблены заклинаниями. Инициатива на нашей стороне. 40, хотя нет. Почему на нашей? А, мы им снизили инициативу, да? Убегаю. Да, у них... Нет, инициатива также 40. Она не снижена. Ай, жалко, герой сбежал. Великана мы добили. Остается герой. Надеюсь, мы его догоним на следующем ходу. Хотя, конечно, он будет быстро достаточно ходить. Так, ну че? Наверное, кинем сотню. И попытаемся взять. Хотя, конечно, очень опасно это все. Выдержит ли герой такие сумасшедшие уроны входящие? В принципе, есть паралич, который поможет нам самого сильного монстра нейтрализовать. 39, конечно, больно. И этот успел походить. 208, 152, 192. Ну, получается, ты самый опасный хрен тут на деревне. Держись, держись! Казак, атоманом станешь. А получается, что я его убиваю впервые всех. Ну да ладно. Все. Больше по нам урона не пройдет. Тащим, однако. Немножечко так надрывно, но тащим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну что делать? 200 надо кидать, по идее. Ну, не будем жилиться, короче. Другого выхода нет. Кидаем 200. Ну, тут, кстати, более приемлемый урон. 112, 120, 85. И никого не отравил. Но оно неудивительно. И этот тоже. 41, точность на отравление всего лишь. Совершенно бесполезные червяки. Кабы не наш крутяшка-герой. Вообще бы мы тут, конечно, натерпелись бы. Да что такое? Сдохнешь ты уже. Тук-тук-тук-тук. Вы слишком сильны. Да, нет. О, ну вот это, конечно... Ну, лучше бы на лечение тут были банки. Так, посидим денек. Ну, здесь все понятно, да? Надо будет заглянуть, кстати, сюда. Может, я уже и заглядывал, но что-то я не помню, что там продается. Эх, нам оно в жизни, мы бы, что-нибудь там... Ускорение бы какое-нибудь там, что-нибудь такое. Еще и вором прикрылся. Не знаю, сможем мы его догнать волком или нет. Ну, вроде как догоняем. Волки какие-то слишком шумные. Так, ну и вор нам остался. Убьем вора. Со временем так. Ну, тут герой практически здоров. Как любят писать в заключении на медкомиссиях. Так. Ну, будем пытаться убивать людоедов. Благо, мы тут от замка недалеко. Лучники сразу полегли. Это здорово. Теперь большой вопрос, кто вперед походит. Призрак или людоед? Призрак, отлично. Вот уже какого-то урона мы избежали. Пошли. Овер уровни. 540 здоровья. Это уже, знаете, заявка действительно. Ой, а этого мало опыта совсем. Ну, тут на драконах получил, конечно, опыт основной. Мы прекрасно помним эту битву. Я, честно говоря, думал, она там вообще будет проиграна. Ну, останется герой, которому надо будет убегать и все. Но нет. Затащили мы ее все-таки. С двух попыток. Вот здесь призрак, призрак достаточно бессмысленный. Хотя иной раз, конечно, он нас и спасает. Но здесь в основном мы за один ход, ну, практически за один ход все берем. И, ну, герой подравнивает на второй свой ход всех. Так что, здесь бы можно было лучше Архилича попробовать. Но все равно этот пак совершенно бесполезный, поэтому нечего и заморачиваться. Ну, что, зато мы на остальных двух картах. Кайфанем, друзья. С 60 инициативными смертями. То-то будет весело. Так, ну что, героя немножечко полечим. Так, надо вот тут еще, наверное, разобраться. Ху из ху. На диких великанов мы нападем. Так, здесь вор нам не нужен. Но он считает по-другому. Так, надеюсь, нас не будут бить заклятиями. Так, и опять-таки, дойдет ли он до замка? Большой вопрос. Можем вызвать скелета у него на пути. Старая наша проверенная тактика. Тогда он никуда не дойдет. Потому что потеряет половину очков движения. Так, пошла, пошла мана ада. Значит, скоро мы сможем нанимать уже кошмариков. Так, я бы его, конечно, проверил бы, честно говоря. Кто он такой? Все-таки. А, первоуровневый, понятно. Как дела? Ну, более-менее, вроде. Уменьшим им урон, пожалуй. Снизим точность и вперед. Хотя точность... Ну, ладно, подумаешь. 100 единиц мана, это... Ерунда. Так, ну, я думаю, на авто просчитаем. Да. Ну, кстати, волк там чуть не умер. Если его долбанут, он подохнет. Но это не начальник. Вот он, наш начальник Прушин. Кстати, у него лидерство 5. Надо же ему кого-то еще нанять. Оборотня можно. Даже двух. А волков на задний план. Вот это будет армия. Практически непобедимая. 200, 190, 170. Ё-моё. Что творят канадцы возле наших ворот? А сколько? 35 инициатива, да, у великана? Ой, как больно. 30 даже инициатива у великана. Так он может и подохнуть даже. Ну, я так надеюсь. Шикарно. Кстати, этот сколько уже бьет? 79 и 34. Все равно это, конечно, все очень слабенько. Защита от воды. То, что надо вообще. Вот, конечно. Конечно, защита от воды. Что же еще? Хорошо, тут расползается территория. Мне это нравится. В принципе, всем доволен. Ну, сейчас пока одного оборотня возьмем, Прушину. Уже будет круто, я думаю. Хотя ему тут никак не дают покоя, видите? Постоянно нас пытаются атаковать. Оп, оп, оп. Оборотень. Чпок. Полечим вот этого. И, в принципе, можем уже выписывать люлей, но мы не доходим. Ладно, пусть он сделает свой ход. Мы посидим в замке. Так, что в сундучке-то? О-о-о. А-а-а. О-о-о. Да. Хе-хе. Хорошо. Мега-маг. Ть-ть-ть-ть-ть-ть. Два слосина. М-м-м. Нэ-ны-ри-ны-ри-ны-ри-ны-ни-ни-ни. Инквизиторы. О-хо-хошеньки, хо-хошеньки-то. Хо-хо. О-о. От воды защита, да? Так, не знаю. Свиток призыва к оружию кидать. Не кидать. Не, он-то на улице. Давайте его попробуем чем-нибудь таким. Полернуть. У нас уже мало, кстати, совсем мало. Ржавчина. Ну, если есть у кого-то там бронь, как нет, ни у кого нету. Так-то ржавчина крайне полезное заклинание. Слабость тогда на него. Ну, получается... Ледяная буря. В ноль выходим. Не, ну попробуем взять. Ну, там, конечно, опасно. Ассасины нашего призрака могут порубать. Это они любят. Так, ну, главное, первый ход за нами. 120 в базе всем, да? Ну, вообще, сумасшествие. Ассасины прокачаны. 50 с отравой. Хорошо у нас у всех... Иммунитет к отравлению. А, вот зато эти слабенькие инквизиторы. А, вот великие прокачаны до 10 уровня. Ну, давайте. Оп. 69. Нормально, живем, кстати. Правда, маг еще зараза походит, да? А, вот это вот плохо. Ладно. Все-таки сняли. Ну, все. Пора вам тут всем уже на покой. Ух ты! Красиво. Банки есть. Пока что. Какие-никакие. Эликсиркары дуба. Защита. Она нужна всегда. Пущай будет. Ну, что ж ты взад-назад, бедный. Мечешься, не знаешь, чем тебе заняться. Давай я тебя займу тогда, раз ты сам не знаешь. Так, убегать собрался. Кто-то, кстати, пробивает товарища землей наших вервольфов. Ну, поскольку он бежит, вам это, в принципе, все равно. Чего я раньше не посмотрел на его лидерство? Очень крутой пак получается. А как второго вервольфа мы добавим, так вообще. Вообще будет чумовой. Так. Ну, попытаемся взять городок. А городок тут непростой. Белые маги за него горой. Целых три их там, а? Криситоры, скажем, это шляпа. А вот маги. Маги это да. Пожалуй, придется защиточку кинуть. Совсем тут все страшно пошло. А это только первая карта аддона, кстати. Мне обычно бывает всегда полегче. Так, ну хоть одного мы убили. Мага уже хорошо. Вот это больно было. 97, 96. Да, если бы не броня, мы бы уже потеряли. Так, этот отравится уже, в принципе. Что меня радует. А, у них, кстати, иммунитет на разу. Ну и ладно. Какая нам нафиг разница. Два защитника веры. Могут неслабо надавать герою. А что делать? Делать нечего. Отлично. Лечилка умерла. 25, 25. Да не, вроде как наши должны по очкам победить, я надеюсь. Хотя, конечно, у них 55 замки броня. Достаточно неприятно. Так, что, уйти в защиту или... Сколько он нанесет? Ну, он столько не нанесет, не должен. Нет, надо бить. А, мы его убили. Хе-хе-хе. А я не ожидал. И этот сгорел. На работе весь бедняжка. Ух. Невозможно. Да я вот тоже так думал, а? Как получилось? Так, проклятый тут внезапно. Это интересно. Лагерь наемников. Это интересно, но уже в меньшей степени. Можно было тут пройти, посмотреть, что осталось. Под этой грядой. Но, скорее всего, ничего интересного. Ладно. Никак он не успокоится, да? Может, замок этот взять? Ну, ладно. Второго вот Вирвольфа построим, тогда и возьмем. Так, ну, та же самая история. Никто не ушел. Они будут чувствовать мою силу. Полечим героя. Полечим героя. Что-то везде в воскрешалке, а вот лечилок практически нет. Они будут чувствовать мою силу. Лучше вернемся, пожалуй. Они будут чувствовать мою силу. Лучше вернемся, пожалуй. Они будут чувствовать мою силу. Ну, наверное, промах был. Лучше вернемся. Лучше вернемся. Лучше вернемся. Что? Лучше вернемся. Что? Машмаром лучше глянуть, что здесь. А мы, наверное, так и сделаем. Лучше мы проверим руинчики, а этого попытаемся попозже взять. Тиамат инкуб. Ну, берсерк, рыцарято, доппельгангер. Все серьезно. Без шуток. Ой, две вот этих два суккуба. Ну, их герой-то убьет, в принципе. Я думаю, здесь все нормально. Должно быть все нормально, я думаю. 140, они не прокаченные. Суккубов мы убьем. Так что, в первую очередь, пойдемте сюда. Тут и деньга, и может какой артефакт интересный будет. Ну, вообще по красоте. Да ладно, не тушься. Ничего у тебя не выйдет. Так. Ну, все на герой, конечно, держится. На его сумасшедшей защите. Позволяет надевать талисман. Мы так это можем делать. Почему демоны Бетризена здесь? Почему они не такую империю? Это очень странно. Может быть, может быть. И опять назад. Нет, его ничего не учат. Ну, ничего. Сейчас мы второго оборотня. И... Уже никто не сможет убежать. Все. А, еще можно одного взять члена команды. Понятно, что это должен быть еще один оборотень. Иначе смысла в этом нет. Но уже, я думаю, как бы тут все нормально. Уже мы тут в состоянии творить чудеса. Так, ну что. Снижение урона, пожалуй. Больше, наверное, ничего не будем кидать. Погнали. Ага. Ну, мы должны их убить. Этих инкубов. Противных. Остальное все фигня. Темат прокаченный. Темат всего лишь второго уровня. 110. Ну, мы снизили до 94. О. Инкубы уходят. Остальное все ерунда. Хотя, конечно, еще как посмотреть. А что он делает? А, он уменьшает урон. Ну, нет. Это уже неважно. Ооо, так вот, а. Так, ну что, на русалок. Три русалки. Правда, крутые, но у нас билд магический. Поэтому русалок там и пока лечим всех. И практически сразу. Такие армии нам не страшны. А вот, допустим, если бы мы за гномов играли. У нас тут сыновья эмира были. Вот это такие. А, ну у них бы был иммунитет на воду. Ну, допустим, если бы там были бы эти, которые в крик обращают. Криком обращают в камень. Ну, тогда бы у нас были бы проблемы. Которые с ящерицами любят тусоваться. Забыл, как их зовут. Медуза, что ли? Или что-то такое. Так. Все, да? Ну, Пруши нам надо убивать вражеского героя. Надо брать замок. Так. Все беды из него исходят. Уже надоел оттуда вылупляться. Элементарно. Ну, хотя как? Нет. Никого не потеряли. За малым, правда. 20 единиц жизни осталось, поэтому посидим здесь. Не хочу я терять воина, который стоит тысячу золотых. Чересчур. Так. Ну, наверное, тоже кинем проклятие Неграэля. И можем брать. Так. Правда у них вот всех тут... А, вот это здесь защита от огня. Здесь нету. Адский клинок. 255. 140. 75. Да. Хороши. Хороши, ребята. Фигеть. Тут еще попробуй-ка выиграй. Так. Ну, и кто тут самый скотина? Ну, конечно же, вот этот вот. Хотя я бы его убил бы героем. Надо было все-таки этого земного повелителя. Затупил я. Ну, герой должен выдержать. Да. Выдерживает. У нас никто здесь не умрет. Это меня радует. Ну, было прям на краю. Еще и мои ошибки, конечно. Дорогого стоит. Отлично. Червячки уже 86 в базе. И 585 здоровья. Здоровья. Так. Может, что-нибудь выпить? Ну, у нас-то всего одна склянка. Ладно. Герой регенерирует, так что бог с ним. Надеюсь, выздоровеет. Еще какие-то шпионы тут остались. Достаточные явления, скажем так. Так, чего у нас здесь, а? Очень странно видеть демонов так близко на территории империи. Не так ли? Я бы не стал здесь задерживаться. Не знаю, что здесь происходит, но мне это определенно не нравится. Не знаю, не знаю я. Что их тут? Книга огня. А я не умею читать книги, да? Не умею. Так. Может, что интересное будет? Ах, всякая ерунда. Возьмем... Вот так вот, наверное. И все, и хватит. Потому что мне надо еще оборотня нанять прушину. Так, ну тут ониксовая горгуля. Поэтому сразу и пьем, собственно. Ладно. Ой! Надо было ослабление урона хотя бы кинуть. Что-то я так прям ломанулся. Это... Сто четырнадцать яд. Но у нас имун. Сто двадцать один. Сто сорок. Семьдесят пять. Не прокаченный. Да, разумеется, понятно. Так, а здесь защита на разум. Вот это плохо. У нас может умереть наш призрак. Скорее всего так и будет. Ну а что делать? Не сможем его спасти. Так. Сквозь броню сто двадцать не пробиться. А что ее яд атакует? Я не понял. У нее же имун на яд. Или это... Странно. Почему нету ему на на яд? Ну факт остается фактом. Так. Таким образом к домам не пройти. Древняя реликвия. Ну ладно. Раз древняя, то конечно. Так. Брушин. Давай тебе еще одного оборотня. И ты вообще у нас красавчик будешь. Непобедимый практически. А цена твоей армии, конечно, просто сумасшедшая. Три тысячи только за первый ряд. Ой, вот это вот неприятно. Кстати. Тут может один оборотень-то и того. А он точно того. Ох. Ох. Да, они почти все того. Ну я думаю мы все равно затащим. Правильно? Мда. Только мне еще одного оборотня убили. Такие бабки. Такие бабки. Надеюсь его воскрешать будет дешевле, чем было покупать. Хотелось бы в это верить. Полечим наших ребят. Немножечко хотя бы. Так. Что тут ловить нечего. Будем смотреть что тут у гномов. Твориться тогда. Или нам сюда по идее надо. Хрен поймешь. Ладно. Сейчас разберемся. Наступать по двум фронтам. Ну конечно после того, как полечим нашего Прушина. Да хватит ты выть. Собака Басков. Пятьсот. Да, полечишь ты его как же. Полечишь как же полечишь. Так. Что тут у нас? Руины разграблены. А вот тут еще один рыночек есть. Нет. Это город. Варвары. Варвары это хорошо. Давайте на просчет я думаю. Еще два варвара. Но это уже не серьезно. Так. Одного уже можем воскресить. Все равно странная ситуация по воскрешению в обороте. Такая неожиданная. Обычно всегда воскрешение стоит дороже, чем нанятие. Кого бы то ни было. А тут наоборот. Так. Они все куцают моего бедного змея, а не героя. Так. Но нам надо воскресить оборотня. Убьем его что ли? 151. Может сдохнуть. Нет, они наверное убегали. А вот тут нам открылся проход. Хотя мы вполне спокойно. Прошли через другое место. Странно тогда все зачем было заморачиваться с этим начальником, ну как, с главарем варваров, да? С этими драконами, с этим ключом, чтобы открыть территорию, когда можно пройти совершенно с другой стороны. Так, ну что ж ты, бедняжка, затерпел только. Кстати. Кстати, кстати. Кстати, кстати, кстати. Пей, пей, не жалей. Гномик. Гнем их души. Глашаара. Куда ж нам надо привести это Прушина? Прямо, наверное, к столице гномов. Похоже, она здесь находится. Это значит можно глянуть, что здесь расположено. Походу ничего интересного. Так, Прушин, чё ты? Не, ну сиди ещё, сиди. Да ещё не полностью здоров, конечно. Конечно, то, что оборотня всего 100 единиц здоровья, дело этого очень сильно подвержено магии. Каждый день он этих лошков нанимает, непонятно зачем. Вижу я, что вы добрались и сюда. Сейчас вы как никогда близки к цели. Идите на запад, сквозь густой лес. Сразу за ним вы увидите заставу. Это башня, которая стоит на отвале шахты Мендрос. Думаю, я мог бы попросить вас даровать мне смерть за проделанную работу, но я знаю, что вы не смилостивитесь. Я, как обычно, ухожу в тень. К несчастью, мы ещё встретимся с вами. Такой, обречённый есть на вечное служение нежити. Так, ну у нас денег нет, так бы мы, может, что-нибудь и купили. Так, что же здесь, что же там? Достаточно всё интересно. Кстати, наверное, Прушина надо сюда переместить. Поближе, так сказать. А здесь-то что? Тримус, горные кланы. Надо брать. Ну, здесь не так уж и опасно. 84. А, вообще 35. Ну, арбалетчик, конечно, неприятный, но... Думаю, ничего он нам такого не сделает. Сильного. Сейчас мы его запараличим. Хотя, крокодилы его и так убивают, поэтому всё тут... Элементарно. Здесь не менее элементарно. Тык. Что, никаких реплик не будет? И ничего в городе не будет. Достаточно странно. И обидно, я бы сказал бы. Старались, старались. Трудились, трудились, а оно вон чё. Тык. Доходишь? Не доходит. Тогда иди в город. И в город не доходит. Да что ж такое? Здесь есть что? Здесь нет ничего. Спустимся вниз. Тут небольшая территория осталась неразведанная. Хотя, честно говоря, не знаю, зачем я это делаю. Уже можно заканчивать, наверное, игру. Так, ну куда вот оно пошло? Ладно, он себя в тупик сам загонит. Никуда он не денется. Так, чё это тут? Унылый какой-то хрен. Ну, лупит, наверное, он очень даже не уныло. Проклятие Неграэля. Лови. Можем чё-нибудь учить с третьего уровня. Ну, чё-то такой не кайф, заморачиваться. А, тут людишки, смотрите, обитают. 91 минус 13. Да, нет. Тут, в принципе, ничего страшного. Ценность. Бриллиант это ценность. Как нам тут заявляют. Так, нужен горы, чтобы там подлечиваться, думаю. Ни у кого это никаких сомнений не вызывает. Сейчас он возьмёт город, и мы его возьмём вместе с городом. Если нас, конечно, не закидают. Очень неприятно. Ни фига себе у тебя охот. Так, они тут похренели, я хочу сказать. Ого. Сиди здесь. Так, ладно, я понял. Кошмар. Выходит на тропу войны. Иначе этих паразитов не остановить, я так понимаю. Да ладно, задолбили кошмара? Вот это да. Вот это да. Вот это вы, крутики. Посмотрим, как вы... А, вот так вот, да? Посмотрим, как вы такой город осилите. Что? Ты... Ой-ой-ой, эсасин, он правда один. Ничего страшного. Ничего страшного я тут не вижу. Это не может быть. Кончились рельсы, выходи, садись, грейся. Мерзости. И ничего больше. Ты будешь смыт, как и все остальные. Что за... Что значит смыт? Что за выражения такие? Сортирные. Ну, лечись, лечись, что ты? Что ты воешь, собака Басков? Гномы тут совсем поохренели. Я думал, кошмары их успокоят. Они же все тем более первого уровня были. Обычно кошмары тащат. Ого. Он решил и здесь свои силы проверить. Так, ну надо этого паразита убивать в первую очередь. Иначе будет очень неприятно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, нам должно хватить. Давай, друг, 16. Ты просто красавчик. Ну что, съел? Ага, обломался? Ага. 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 Блин. Так. До свидания. До свидания. И снова здравствуйте. Хотя, знаете, можем еще одно привидение. Так, наверное, даже лучше будет. Ну, пробуйте еще. Уважаемые. Так, мы, наверное, пробежимся тут пунктирно. Еще один городок. Уважаемые. 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 Немножечко. В принципе, этих можно хренов не убивать. Они уже нам не нужны. Единственное, сундучки все подберем. И руины. И еще бы я здесь посмотрел, что еще осталось. Неразведаны. Можно уже заканчивать потихоньку карту. А, тренер здесь. Нам тренировать некого. Так, ну тут гномы охреневшие. Ночной кошмар. Выходит снова на тропу войны. Как же это он сдулся? Давайте проверим. Честно говоря, не совсем понятно. 65. Ну да, гигант, конечно, скотина. Долбит сильная. Не поспоришь. Давайте ему сейчас жезловика еще подорвем здесь. Ну что, еще разок лупанем? Не ждали моего возвращения? Прокачал его, короче. Он с такой прокачкой может и город взять, конечно. Это да. Даже вернее, скорее всего, что и... Хотя, у нас же два призрака. Так что пусть попробует. Пусть только попробует. Короче, драпает. Так, ну что тут, лечимся, да? Чпок. Глянем, что еще здесь от нас могли скрыть. Заклинание. Ничего, а на это плата как-то можно? Попасть. Похоже, что нет. Или вот здесь, может быть, будет подъем. Вот за этим хреном. Ну что ты воешь, собака? Собака ты, Басков. Так, нам еще надо чуть-чуть. Мы улучшим этот замок. Попробуем его отстоять. Наймем третьего нашего параличера. Мне кажется, тогда очень даже будет неплохо. Джутрум. Ну ладно, Джутрум. Держись. Надо было глянуть, что в лавке магической. Ну да ладно, бог с ней. Да, судя по всему, там есть подъем. Ну, наверное, что-то должно быть дюже интересно на той территории, мне кажется. Разве ее таким образом как-то набособили, выделили. Так, ночной кошмар стремляется сквозь солнечные лучи. Эй. До свидос. Есс. Так, а мы пытаемся укрепить этот город. Наймем здесь еще одно привидение с моторчиком. И копим на Вервольфа сюда. Хотя надо будет же город улучшить для этого. Так, здесь Прушин совершенно пришел в себя. Можно его не знаю. Опять его же будут долбить заклинаниями. Хоть и не выходи из города. что-то тут гномья территория доминирует жестко над нами, я погляжу. Ага, ну попался один красавчик в нашей сети. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Надеюсь, что я столько времени потратил Тут буквально прошло, мне кажется, два шага сделать И будет миссия завершена Но я все-таки надеюсь, что тут что-то будет очень интересное О, конечно, бриллиант ценности Это очень интересно Так, ну что, кинуть соточку В героя А, секунду, у нас же есть на 200 лечилка Ну все-таки, может, и неплохой билд Делайте, что хотите И с этим городом, и с трупами Одна незначительная победа не пошатнет новую империю Да что ты говоришь Что за свиток? Ужаса На большой площади туман войны Ммм, однако Давайте как раз кинем Вот сюда Ну я бы не сказал, что это большая прям такая площадь Ааааа Она не действует здесь Тут гномы все видят Ну давайте вот на эту площадь так вот Оп Красиво Хотя можно было вора убить Ну да ладно Ну да ладно Да, к сожалению, мы здесь ничего не находим Интересного Вот тут еще глянем, что Эликсир энергии Остается, в принципе, только Руины Жалкий вор Ну и все, в общем Тут больше, я так понимаю, ловить нечего Жезловик Вот развеет весь сейчас туман войны, который я там накладывал Паразита таких Что-то я даже вообще без разведки кинулся туда Ну, в принципе, правильно сделал Шестьдесят три Девяносто один Давайте проконтролируем, конечно Мне кажется, здесь По идее, нам ничего угрожать не должно Смешно получилось Маги все остались в живых А воинов мы всех убрали Так, ну и Отдыхай Хм, какой уровень? Двадцать первый Неплохо Сфера вампыра Ну что, друзья, я думаю, все Надо уже Нашим добрым старым прушинам Идти к гномам Говорить, что мы там от ватана Туда-сюда А, здесь вот так вот Давайте поконтролируем эту Битву Сорок восемь Тридцать Здесь, может быть, опасно Надо магов, конечно, убивать Но этот толстый очень А, он будет бежать Или нет? Вот этот маг очень толстый, зараза Пока его Заколотишь Он может очень Да Давайте, ребятки Накинулись Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-я-яй-яй-я-яй-я-яй-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- Просто на грани. Ну ладно. Главное мы все выжили. Да хватит. Фух. Ну вроде выжили. Я уже блин. Я еще чуть-чуть бы долбанул бы чем-нибудь и все. Ладно, Прушин, давай отступай. Что тут поделать? Не получилось в гости к гномам сходить с первого раза. Давай тогда почистим здесь все. Перед тобой. О, у нас денег до хрена. Так, ну это уже все не важно. Мы заканчиваем миссию тут однозначно. Вот-вот-вот-вух мнений быть не может. К заставе гномов должна подойти волчья стая Прушина. Иначе этаж план не сработает. Быстрее, у нас мало времени. Так, ага, мы должны отойти. Чтоб не испалиться. А они должны подойти. Так, самое главное. Прушина лечим. Да, я думаю, тут на всех хватит. Денег хватит на всех. Слушайте, а если у него овервольфы будут, сработает наш план? Давайте отдадим лучше. Ё-моё. Короче, всех мы их разгоняем. Чтоб не засыпаться, понимаете? Маскировка должна быть полная. Тут уже воевать ни с кем не надо. Сейчас дело пойдет в хитрости, так понимаю. Ну давай, Прушин, твой выход. По местам, парни, к нам направляются звери. Подождите, мы посланники великого. Вот она. Мы пришли, чтобы... Ага, гномы. Вами не наешься так, как настоящими людьми. Надеюсь, вас тут много, и я не потрачу много времени впустую. Не бойтесь, преданные последователи. Вот он защитит вас. Уничтожить Вирмуса. Для этого у нас есть главный герой. И свиток призыва к оружию. Ну, на Вирмуса кинем. Что у нас тут? Проклятие Неграэля. Что тут еще за банки, склянки? Защита. Атака. Ну и все. Вирмус. Вирмус. Так, а, всего лишь. Да вот тут все лошки. Кстати, он же бьет смерть, а у меня иммунитет от смерти. Тут вообще... Элементарно. Я не понимаю, я думал, что Мортис выбрала меня. Да, она выбрала тебя, она выбрала тебя, чтобы добиться своих целей. Нет, гномы, вас... Тихо. Я видел это собственными глазами. Духи, вот она среди нас. Я не достоин такой чести. Зачем вы пришли к нам, великие волки? Мерзкий бойл. Эльфов Голиан вернулся. Вот он убил его, но... Бесплотная Мортис воскресила его. Вот он... Совсем не палится, да? Эс так тянет. Мортис воскресила его. Посланники, блин, вот она. Вот он будет говорить с вами, но для этого вы должны собрать огромную силу. Проклятие, наши земли уничтожены, народ рассеялся, теперь мы должны воевать еще с одним богом. Но мы услышим голос Вотона. Я об этом и мечтать не мог. Мы избранное поколение. Да, это поможет нам объединить кланы. Это то, что вы должны сделать. И задание успешно выполнено. Волки и Мортис справились с задачей. Простодушные гномы согласились примкнуть к нежити. И сами того не подозревая, стали оружием в руках врагов. Такое-то немногословное описание. Так, и с нами в следующий тур переходит. Знамя неуязвимости. Но у нас другого нет, поэтому... Как-то так. Хотя для смертей знамя неуязвимости на броньку, а она может и не надо. Я бы лучше взял бы, не знаю, на атаку. Инициатива там тоже особо бесполезна. Так, ну, наверное, на 200 лечения возьмем. Вдруг понадобится такое. Пожалуй, все. И миссия будет называться «Умолкнувший голос». Мортис объяснила гномам. Как использовать магию рун, чтобы открыть ворота в Королевство Богов. Думая, что вот он хочет говорить с ними, кланы принялись изучать необходимые ритуалы. Мортис сосредоточилась на второй части своего плана. Эльфийский прорицатель Лаклаана явился, чтобы донести слово Голиана его народу. И Мортис знала об этом. Она приказала ближайшим помощникам разыскать прорицателя. Мозаика складывалась воедино, и Мортис готовилась к своей собственной темной церемонии. Цель – найти и уничтожить Лаклаана. Прямо как у проклятых в предыдущем прохождении. Мортис шепчет. Гномы обмануты, они делают нашу работу за нас. Но у эльфов есть мессия, который слышит голос Голиана и даже видит будущее. Мортис хочет получить его. Это воплощение Бога. Найдите его. Что это? Смотрите, за нами наблюдают. Быстрее, девочка, выведи нас отсюда. У нас важное сообщение для королевы. Убейте их. Чпок. Нееет. Ух ты, какого нам крокодила дали. Так, а здесь Валькирию надо будет убить. Не, ну убьем, конечно. Но, сделаем это в следующей серии. А сейчас я желаю вам всего самого доброго и всех благ. Продолжение следует... Продолжение следует...